Время для новостей Донбасса. В студии Юлия Меншакирова. Здравствуйте. Двое украинских военных получили ранения. В минувшие сутки на Донбассе еще один погиб в результате подрыва на взрывном устройстве вблизи Луганского. По данным штаба АТО, более пяти часов подряд не прекращались обстрелы в окрестностях Каменки. Почти два десятка мин разорвалось в районе Авдеевки. Из тяжелых минометов стреляли в Широкино и Павлополе, а в водяном артиллерийским огнем накрыло пылевой медпункт. Снаряды рвались возле блиндажа, где живут врачи. Повреждена машина скорой помощи. С 24 июня на время сбора урожая в зоне боевых действий объявлено так называемое «хлебное перемирие». Но окончательные договоренности еще не достигнуты. Ведется разговор и есть намеры ввести это перемирие, но остаточного решения и погоджения пока что не достигнуты. Поэтому будем ждать и будем сподеваться, что наконец перемирие будет поддерживать и другой стороной. В прифронтовую зону Донецкой области прибыла делегация парламентариев и дипломатов из Евросоюза. Сегодня рабочая группа побывала в Авдеевке и ознакомилась с работой КПВВ. Говорили также и об урегулировании военного конфликта. Делегацию сопровождал Алексей Куделя. Контрольно-пропускной пункт въезда-выезда майорск. Условия для пересекающих линию разграничения осматривает делегация Евросоюза. Евросоюза депутаты и послы общаются с пограничниками и делятся своим мнением об урегулировании конфликта на Донбассе. Граждане Украины, которые теперь на временно оккупированных территориях, не надо на них смотреть как на врагов. С ними надо иметь открытый контакт. И это очень важно, чтобы вот этот момент не был бы пропущен. Вовремя протянуть руку с дружеским пожатием – это очень важно. Очень важно, чтобы это делали люди по обе стороны, потому что в этой ситуации чрезвычайно важно доверие. Это поможет полностью восстановить отношения. И очень важно, чтобы прекратили стрелять, потому что любая жизнь стоит гораздо больше, чем любые политические интересы. О том, что на пункте пропуска майорск удалось значительно ускорить процесс прохождения контроля и сократить очереди, рассказывает и представитель агентства ООН по делам беженцев, пересекающие линии разграничения, подтверждают. Пропускная способность увеличилась за счет создания на территории пункта пропуска новых рабочих мест. Здесь установили дополнительные павильоны для пограничников. Личный состав доукомплектовали. Теперь очередь продвигается быстрее. Сами же пересекающие хотят, чтобы кордоны поскорее убрали. Чтобы вообще уже убрали вот это все. Была единая, единая, неделимая. Вот так вот. На пункте пропуска делегация из Евросоюза пробыла полчаса. Потом послы и депутаты отправились в прифронтовую Авдеевку. Алексей Куделя, Игорь Монастарев, телеканал Донбасс. Его выбросило взрывной волной с пятого этажа. Это случилось во время обстрела Красногоровки. Врачи не верили в то, что 11-летний Даниил выживет. Вопреки прогнозам, ему это удалось. Но ходить и говорить он учится заново. Даниил старательно крутит педали тренажера. О том, что для него это непосильный труд, не показывает. И раз, и два, и раз, и два. Два года назад во время одного из обстрелов Красногоровки взрывной волной мальчика выбросило из окна пятого этажа. Я в балконе был, две часы снимал. Волной бомба залетела, я убрал таза. От мощного удара раздробила череп. Выжил чудом. Его сразу на первую помощь привезли в город Курахово. И когда мы там сидели 4 часа, ой, извините, под кабинетом, да, врач вышел и сказал, что ребёнка шанса нету, выжить. У нас была истерика. Ходить и даже говорить 11-летнему Даниилу пришлось учиться заново. Он находился долгое время на лечении в нейрохирургическом отделении. И у него нарушение функции руки и ноги. У него есть такое понятие, как дезортрия. То есть он не выговаривает все буквы, не выговаривает все слова. До сих пор ребёнок борется с ежедневными болями. Терпи, терпи. Я не сплю. Восстановиться ему помогают специалисты Славянского санатория. Отлично. Ванна с минеральной водой, которая снимает воспалительные процессы, боль, отёк, улучшается кровообращение. Снимает боли суставов тематологического характера. По данным ООН, в военных действиях на Донбассе пострадали более 200 детей. Пройти полноценный курс реабилитации раненым помогает штаб Рината Ахметова. Помощь в лечении получили уже 65 ребят. Ринату Ахметову большое спасибо за эту помощь, что он помогает людям, действительно, детям. Спасибо большое. Благодаря поддержке штаба Ахметова Данил в Славянске уже второй раз. Врачи наблюдают изменения в его состоянии. Улучшилась функция конечностей. Он стал лучше говорить. Ему легче ходить. Мальчик мечтает о том, что скоро, как все его сверстники, он сможет вести активный образ жизни. Хочу гулять в хубольник. Большой мяч. Инна Желенко, Ростислав Сысоев, Александр Шмырев для телеканала «Донбасс». Полицейские Донецкой области продолжают искать шестилетнюю Алину Васютину. Ребенок пропал в городе Горняк пять дней назад. Накануне появилась информация, что в одном из местных притонов находится маленькая светловолосая девочка. Правоохранители тут же выехали по указанному месту, но обнаружили там другую кроху. Она находилась в ужасных условиях, говорят полицейские, на вид малышке 2-3 года. Чуть позже нашли ее мать, пьяную. Ребенка передали социальным службам. Охота на украшения. В соцсетях женщины жалуются на грабителей, которые срывают золотые цепочки. Зато полиция уверяет, таких случаев, наоборот, становится меньше. Есть ли шанс найти украденное? Выясняли наш корреспондент. На грабители, которые посреди дня срывают украшения с прохожих, в интернете сотни жалоб. Больше всего жертв среди женщин и подростков. С Еленой сорвали цепочку прямо на улице. Мы когда начали проходить мимо, я была ближе к нему, он дернул меня за шею. И скрылся за углом. Даже настолько это все быстро произошло, что никто не успел опомниться. Ни кто его не нашел, по крайней мере, меня еще об этом не завещали. То есть есть фотография, есть кто это сделал. Однако пока фото не помогло. Зато в полиции Киева считываются, за последний год похожих ограблений уменьшилось вдвое. Если говорить о том, как часто мы раскрываем эти правопорушения, фактически каждый шестый-семий злочин так и раскрывается. Но если говорить о повернении майна, потерпелем, тут уже, конечно, сложнее. Они могут продать этот ланцужок, так бы говорить, с рук в руки. Полиции еще раз предупреждают. Как бы это ни звучало, не привоковать, не носить очень много там прикрас. Стараться не повернуть в позднее время, особенно, если гражданский транспорт находится далеко от дома, куда нужно идти, например, в неосветленной улице, в темные дворы. Это, конечно, тоже так. Або за возможность пробовать, чтобы встречали. Тренер по самообороне Владимир отмечает, если на вас напали, просто отдайте драгоценность. Ведь ни одно ювелирное украшение не стоит жизни. Сопротивляться надо, если с одного рывка грабителю не удалось сорвать цепочку. Владимир показывает, как действовать. Если я схватился, пытаться рожать мою руку бесполезно. То есть эту ручку нужно прижать к телу, одной рукой к себе, так, чтобы я не мог сделать рывок. А второй ручкой можно ткнуть в глаза. То есть идет удар по глазницам, идет удар коленом в пах. Инструктор советует ни в коем случае не гнаться за грабителем. Тот может ударить или пырнуть ножом. Лучшее, что можно сделать в такой ситуации, вызвать полицию. Юлия Шкваренко, Алексей Фалин. Специально для телеканала Донбасс. Конкурс среди переселенцев по микропредпринимательству объявила Международная организация по миграции. Победитель получит грант в размере 1700 фунтов стерлингов. Что необходимо, чтобы стать участником программы, читайте на сайте регионального портала Донецкие новости. Импорт на прилавках. Персики, абрикосы и нектарины на украинский рынок везут из разных уголков мира. Мои коллеги проверили качество фруктов из Турции, Испании и Греции. Что скрывается за сочным и ароматным импортом. Смотрите далее. Солнечными фруктами завалены все прилавки. Украинских ранних пока мало. Абрикосы, персики и нектарины везут в основном из-за рубежа. Только откуда именно плоды, продавцы точно не скажут. Греция? Да. Турция. Турция. Там написано персик и импортный. Какая разница? Откуда? Наклейка со штрих-кодом стороны поставщика обычно сбоку на коробке. Эти абрикосы из Греции. И чем их обработали, чтобы довезти в Украину, можно догадываться по запаху. Абрикосы откровенно воняли какой-то сними. А нектарины и вот эти нормальные. Насколько безопасны импортные плоды, проверим вместе с диетологом, вооружившись нитратомером. Берем персики, завезенные из Испании, Греции и Турции. Меньше 30. Да, меньше 30. То есть вообще идеально. И если тест персиков показал, что все они безопасны, то проверка абрикосов шокировала. Откуда бы родом ни были эти фрукты, табло нитратомера красное. То есть норма 60, здесь 220, чрезмерное количество нитратов. 240. Они очень красивые, конечно, абрикосы. И такие тугие по своей структуре, но 4 раза. То есть еще выше, чем у Испании было. Уровень нитратов в импортных абрикосах зашкаливает из-за того, что выращивают их в закрытом грунте. То есть это парники, это соответствующий уровень химии, это промышленное производство. И по смаковых якостях оно безперечно сутливо отрезняется. Но оказывается, содержание нитратов в косточковых фруктах по украинским нормам не контролируют вообще. Нормы установлены для нитратов, для грунтовых овощей, салатов. Там, где есть соприкосновение, будем говорить, продукта с землей. Как правило, нитраты идут из земли. Если вы решились полакомиться импортными фруктами и заболели после этого, уменьшить влияние нитратов поможет аскорбиновая кислота. На килограмм съеденного ее достаточно 200 миллиграммов. Александр Сегал, Вячеслав Медычанский. Специально для телеканала Донбасс. Пластмассовый самолет от Бомбардей, беспилотник вертолетного типа от Airbus и транспортник от Антонова. Главные новинки известного в мире авиасалона Le Bourje. Украинцев на выставке в Париже много. Кроме официальных делегаций, студенты. Сотни победителей конкурса «Авиатор». Среди них есть учащиеся вузы в Донецкой области. Впечатлениями о поездке поделились с нашими корреспондентами. На одном из самых престижных авиасалонов мира – Парижском Le Bourje – 100 украинских студентов. Они стали победителями конкурса «Авиатор-2017», который ежегодно проводит благотворительный фонд Бориса Колесникова. В этом году в нем участвовали 6,5 тысяч учащихся технических вузов страны. В сотню лучших авиаторов попал и наш земляк – студент Виталий Кравченко из Славянского колледжа НАУ. Здесь было очень много интересного, 2,5 тысячи экспонатов на одном из самых больших аэропортов в стране. В самом конкурсе были очень интересные этапы, особенно мне понравился четвертый этап, в котором нужно было представлять свой бизнес-проект. Поэтому этот конкурс – это такой фундамент для будущего нашей страны. Авиафорум Le Bourje – место, где встречаются проектировщики и поставщики авиационной техники, профессионалы и фанаты авиации. Здесь проходят громкие презентации новинок и ведутся серьезные переговоры. Простые украинские студенты впервые увидели выставку подобного масштаба – самолеты-новинки и демонстрационные полеты. А еще в Париже украинские студенты совершили виртуальный визит на Международную космическую станцию. О технологиях будущего говорили с зарубежными специалистами, участвовали в авиафорумах. Главное, чтобы молодые люди из нашей страны, безусловно, самые талантливые, не чувствовали никаких комплексов перед своими западными коллегами. Это самое главное – увидеть в сегодняшний день мировой авиации, что мы не так уже далеко отстали. Так что ребятам надо выучиться. Не бывает бесконечных кризисов. Все равно кризис наша страна преодолеет. И поэтому у меня нет сомнения, что они вырастут хорошими специалистами. Конкурс «Авиатор» благотворительный фонд Бориса Колесникова проводит шестой раз. В этом году в нем участвовали студенты 44 технических вузов и колледжей Украины. Цель проекта – поддержать будущих технических специалистов. Лучших из них – поощрить поездками на профильные выставки за рубеж и помочь с трудоустройством. Юлия Шкваренко, телеканал «Донбасс». На этом прощаюсь. Увидимся, как обычно, во время новостей. Берегите себя и близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Приветствую вас в студии «Прогноза погоды». Для вас готова информация о синоптической ситуации в нашей стране в субботу 24 июня. И я, Леся Вайнер, буду готова провести с вами эти несколько минут. В 24-й день лета синоптическая картина в Украине по сравнению с предыдущим днем немного изменится. Практически над всей территорией страны сгустится облачное, что местами повлечет за собой осадки. Температурные показатели опустятся. В среднем в дневные часы по стране прогнозируется 23 градуса выше нуля. А теперь более детальнее о погоде по регионам. В Центральной Украине суточные температурные показатели составят от 17 до 25 градусов тепла. С ночи и до позднего вечера в регионе будет царить небольшая облачность с прояснениями. В ночные и утренние, а также дневные часы повсеместно ожидаются дожди. На юге страны термометры в течение суток покажут от 19 до 28 градусов со знаком «плюс». В регионе облачно. Дождь прогнозируется в Одессе ночью. В Херсоне и Симферополе в светлое время суток. Возможно, гроза. Наши предки заметили, если в этот день на рассвете душно, хорошей погоды ждать не стоит. Кроме того, сильный запах травы утром предвещал дождь. Будьте внимательны к подсказкам природы. В Западной Украине температурные показатели в течение суток будут колебаться в пределах 15 и 24 градусов выше нуля. В регионе предвещается переменная облачность и осадки. В ровно ночью и днем прогремят грозы. В северной части страны минимальная ночная температура воздуха плюс 14 градусов, а максимальная дневная достигнет 23 градусов тепла. В Сумах кратковременные прояснения будут чередоваться с дождями. В Чернигове и Житомире осадки выпадут лишь в ночные часы. На Востоке день также выдастся дождливым. При этом возможны и кратковременные прояснения на небосводе. В течение суток местные термометры покажут от 15 до 27 градусов выше нуля. 24 июня Луна переходит в созвездие Рака. Специалисты утверждают, что это не самый лучший период для принятия решений, активных действий и начинаний. Обеспечьте себе максимально комфортную обстановку и думайте о хорошем. Далее подробнее о погоде в восточных областях. В Луганской области ночью на термометрах можно будет увидеть 17-19 градусов тепла. О днем прогнозируется 23-25 градусов выше нуля. Здесь облачно с прояснениями возможной дожди с небольшими перерывами. После обеда предвещаются грозы. В Донецкой области ночные температурные показатели составят 16-19 градусов со знаком плюс. А в полуденные часы они будут колебаться в пределах 23-25 градусов тепла. В регионе прогнозируется переменная облачность, осадки и местами грозы. В Невропетровской области после полуночи ожидается 18-19 градусов выше нуля. А в дневные часы от 22 до 26 градусов тепла. С ночи и до наступления вечера здесь предвидятся дожди. Но не исключаются и кратковременные прояснения по всей области. И о прогнозах синоптиков для столицы Украины. При суточной температуре воздуха 14-22 градуса тепла в течение дня в Киеве предвещаются дожди и прояснения на небе. Зонты понадобятся гостям и жителям столицы в полуденные часы и после заката. Вот такую погоду обещают нам метеорологи в субботу 24 июня. Счастливых выходных и до встречи в нашей студии. Субтитры подогнал «Симон»